восток и запад в этом смысле отличаются не тем что восток бездействует есть такое ощущение что он там бездействует а вот это отношение к субъекту и технологии что делать и кто делает бытию и поступку если запад сразу думает что же сделать что же мне сделать проблема же всегда нелинейная в чем что вот я должен и не могу и вот эта классическая дихотомия которая каждая люди человек решили по словам как вот я должен сделать а я не могу и тогда ответ простой ты себя должен перевести в новое качество и тот кто это сделать будет уже не ты он это сделает но перейти в другое качество человек может только в этапе никого катарсиса трагического потрясения который может сломать или преобразить трансцендентировать как говорится тяжкий млад дробя их стекло кует булат значит смысл заключается вот в этом в испытании в тебе запад считает что все решается так что я остаюсь при своих и что-то делаю умная я не собою что-то делаю я во внешнем мире что-то делаю это западное представление о лечении чем восточная медицина отличается от запада это наверное все понимают западная медицина человека не требует она требует чтобы он выполнял рецепты врача который все знает съел вот эту таблетку соединил это достижение человечества с собой как он едет и дальше продолжал жить как он живет восток говорит о другом я могу дать тебе лекарства но только я потребую тебя из мести всего всего тебя то есть по принципу а я то если это произошло то это произошло почему-то на конфуции другие считают что все происходит по причине упадка нравов что нужно сделать восстановить нравы это совершенно другая культура посмотрите какими глазами она смотрит на нас она понимает что нельзя терять лицо она понимает что все происходит за счет этого ухудшения нравов так она будет исправлять нравы эти люди производили афир да они будут казненны с них будет медленно медленность и раз дирать шкуру кожу они будут орать потом их посыпит солью и они тоже будет орать все будет происходить очень медленно изящно и все будут объяснять почему это происходит эти массовые расстрелы их коррупции и расстрелы хоррупции и а также чем-то другим. Вот взгляд, идущий от себя, от ситуации к центру. Он возвращается ко мне. Это моя ошибка. Это моя ошибка. Я, сделавший ошибку. Я должен исправить что-то в себе. Западный же человек пытается что-то исправить в окружающем мире, а себя оставить при своих. Он лишен на сегодняшний момент трагического переживания и всего, что с этим связано. И в этом есть принципиальнейшее отличие. А теперь давайте смотреть на результаты. Кто у нас показывает наиболее высокие темпы роста? Китайская народная республика. Ведь выступает время, если не конца истории, то некоторого подведения итогов. Если Китай выходит вперед на финише, так значит, кто прав? Все время говорили, что Восток неподвижен. Как неподвижен, если он дает эти проценты, а все остальные дают минус 5, минус 6, минус 7? И мы в этом смысле, конечно, не должны кидаться из крайности в крайность и отбрасывая все, что имеет Запад, сейчас начать учиться только у Востока. Но мы должны понять, в чем суть. И понять, что некий опыт, которым Восток обладает, бесценен и неотменяем. И связан он с тем, что ты должен задать вопрос самому себе. Ты должен начать с субъекта, а не с технологии. Сбыть, а не сдействовать. И справишь там нечто внутри, мир исправится. Это вопрос бегства, escape of freedom, бегства от свободы. Это некое бегство от себя, которое западная культура начала на определенном этапе. Она потеряла себя. Вопрос заключается не в том, что она должна вернуть себе Восток. Ой, только кто этим не занимался. Это паломничество восточных гуру на Запад. Они разлагали этот Восток, издевались над ним, все эти бесконечные псевдо... Я уже не знаю, кто там, тантристы, ведантисты, даосы, буддисты, хиппи, миппи. Это все, ну, так сказать, этот суррогат, который они обрушили на Запад и так далее и тому подобное. Вопрос заключается совершенно не в том, что это надо все заимствовать. Это особенно нью-эйдж и все прочее. Это, как говорила одна моя знакомая, писи-сиротки-хаси. Это суррогат, это Восток для бедных. Можно, так сказать, пол Москвы, так сказать, балдеет от дешевых групповиков, называемых тантрой. Но никто не понимает, что такое тантра. Чем тантра-йога отличает от вот жираяна и так далее. Это все суррогаты, которые люди пытаются примерить на себя. А они должны понять другое. Они к себе должны прийти. К своей культурно-исторической самообытности, к своей самости, к своему центру. Вывод-то заключается не в том, чтобы кому-то другому прильнуть. Россия, уйдя от себя, все время хочет прильнуть. То к Итаю, то к Исламу, то к Западу. А вопрос-то в том, чтобы найти себя. В этом рецепт Востока. Ищите себя. Если вы Запад, ищите подлинный Запад. Если вы Восток, ищите подлинный Восток. Если вы Россия, ищите свою подлинность. Найдете, не будет кризиса. Кризис говорит вам о том, что вы ее потеряли. 21 век стал временем, когда человек в наибольшей степени может соединиться со своими личностными ресурсами. Открыть свои тайны. И в наибольшей степени лишен этой возможности. От него отчуждены технологии личностного роста. Он никак не может соединиться с ними. Он ощущает, что они где-то рядом. Но они все дальше от него. Чем их больше, чем они дальше от него. Он превращается в одномерное существо. Вот этот escape of freedom. Бегство от свободы. Да, одномерный человек. Который не может использовать технологии роста. Но он-то понимает. Он тоскует по ним. Он чувствует, что их где-то рядом дофига и больше. И вот тут оказывается, что только небольшой круг элиты может реально пользоваться вот этими высокими достижениями и возможностями, связанными с личностным ростом. А остальные не имеют к этому ключей. Они лишены ключей. Пожалуйста, бегай, ори. Выбирай все в пределах дешевого меню. Ходи, кушай, гуляй, грей свои телеса на любом курорте. Ходи в этот майк-клаб или в этот клаб. Но только не лезь в себя. Не лезь в себя. Потому что это опасно. Потому что мы не хотим, чтобы ты соединялся с этими ресурсами. Потому что эти ресурсы в 21 век предоставляют. Потому что впервые есть время, когда ты действительно можешь восходить. В полном объеме. А если начнешь восходить, изменится все. Слишком сильно изменится мир, слишком сильно изменится власть. Поэтому делать ты этого не должен. Есть два пути. Первый. Создать скота, который просто этого не будет хотеть. Главная задача, чтобы он забыл о смерти. Забыл о губистенциальной проблеме. И во всем прочем. Жрал, писал, какал, трахался, кайфовал и менялся. Как колебался. Вы, говорит, правый и левый у вас был уклон. Когда вы в 20-е годы. Он говорит, запишите. Колебался вместе с линией партии. Так вот, чтобы колебался немедленно. По конъюнктуре, по всему чему угодно. Чтобы ничего этого не было. И тогда ты не захочешь ресурсов личностного роста. А вот если ты их захочешь, то ты должен получить суррогат, фуфло, подделку, средства деструкции. На рынок должно быть выброшено столько этих псевдо-средств, чтобы ты в них запутался. А в мозгах твоих не должно быть критериев, по которым ты отберешь подлинное от неподлинного, нужное от ненужного. Ты должен быть лишен инструментов выбора. У тебя не должно быть сталкеров, учредителей. А учителя все должны быть скомпрометированы. А какая разница между шарватаном и обычным подлинным учителем должно быть полностью стерто. Кроме того, все подлинное трудно. Медленно, трудно, требует тебя целиком. Мучительно. А тебе предлагают нечто простое, на халяву. Дыхни пять раз, чихни два раза, сядь в эту позу, обнимись, барышня, приятное дело. И получишь бессмертное тонкое тело. Не получил, завтра получишь. Но еще постарайся. Так затягивают козлов, лохов на это поле, используя их естественную и правильную человеческую потребность. Они чувствуют неполноту жизни, они хотят приобщиться к самим себе. Они хотят вернуть эту самую подлинность, хотят вернуть свой подлинночеческий объем. Человек умирает, используя 2-3% самого себя. Неправильно люди понимают это. Они чувствуют, что эти средства где-то рядом. И тогда надо им показать ложные средства. Они схватятся за них. Те, кто хотят, схватятся за ложные средства. Остальных надо лишить хотения. Экзюперий когда-то говорил, что свобода – это разбудить жажду и указать путь к хаотцу. Путь должен быть ложный, а жажда не должна быть. И вот это и есть то, в чем ведется игра в 21 веке. Игра против человека. А игра за человека, понятно, в чем заключается. Найти людей, способных отличать. Дерьмо от конфетки. Подлинность от подделки. Настоящий ресурс личностного роста от суррогатов. Мы знаем, что чудеса существуют. Просто есть чудеса подлинные, связанные с необъятностью человеческих возможностей. А есть чудеса в виде фокусов. Показываем их идиотам, чтобы они не прикасались к подлинному. Но они же есть. Представьте себе, что мы бы действительно сосредоточились на том, чтобы человек, человеческий капитал в каждом отдельном человеке стал другим. На сверхнапряженных программах образования. Мы же занимаемся прямо обратно. Что говорит Фурсенко? Дети слишком много учатся. Дети учатся в 10 раз меньше, чем нужно. Если мы хотим выжить, если Россия хочет выжить, она может играть только на доске человеческого капитала. Но она для этого должна заняться человеком. Мы же многое можем. Мы просто не хотим. Продолжение следует...